В один из предзимних вечеров жена главного метеоролога химзавода Николая Ивановича Максимова сильно перепугалась. Возвращаясь поздно домой, наткнулась в подъезде на лежащего у двери мужчину и громко забарабанила в дверь. Николай Иванович поспешил ей навстречу и, открыв дверь, сразу все понял. Мужчина лежал на полу подле лестницы. Николай Иванович нагнулся к нему, жив ли? Незнакомец крепко спал. От него густо несло водочным перегаром и крепким кисло-уксусным запахом давно не мытого тела. Одет он был неряшливо в засаленную баллоневую куртку, затертые лоснящиеся от грязи брюки. Замызганная кипченка валялась рядом. Под головой спящего лежала сумка, из которой торчали скрутка газет и журнал. Вначале Николай Иванович хотел поднять и выпроводить из подъезда непрошенного гостя, но тотчас понял, что это невозможно. Махнул рукой и оставил его в покое. Вскоре обнаружилось, что бездомный пинчушка основательно приткнулся к подъезду. Крепчавшая зима, набиравшая силу морозы, загоняли его именно в этот подъезд. Лучшего места в округе он бы и не нашел. Дом был двухэтажный, на два подъезда, по четыре квартиры в каждом. В подъезде чисто, тепло, опрятно. У каждой двери коврик или половичок, стены хорошо выкрашены, а лестница и площадка между этажами вымыты. К тому же подъезд обогревался батареей, установленной на лестничной площадке, а на обоих этажах по лампочке и выключателю. На трезвую голову и почитать можно. Вначале жильцы хотели сделать на входной двери крючок и закрываться на ночь, чтобы не пускать бродяжку. Но потом оставили все как есть. Решающий довод в пользу Шарамеги привела Анна Дементьевна, пенсионерка со второго этажа. А че, пусть спит. Он как сторож. Раз лежит, то уж никто другой не придет. Человек он с виду грамотный, не хулиганистый. Она даже проявила к ночлежнику внимание. Однажды, убирая лестничную площадку, обнаружила за батареей тряпку, на которой бродяжка спал. Старательно выстирала ее, высушила за день и к вечеру положила на место. И тут, к удивлению не только ее, но и остальных женщин подъезда, бродяжка эту тряпку выбросил. «Ишь, какой гордый!» – возмущалась Анна Дементьевна. «Не понравилось! Ему как лучше, а он нос воротит!» Однажды Николай Иванович возвращался домой в полночь. Доходяга, как и прежде, спал на лестничной площадке, куртка его висела на батарее. Спал он на газетах. Под головой лежала та же сумка, что и в первый раз. Из нее торчали скрученные в рулончике газеты. Лицо бездомника было давно не брито, волосы скатались в невообразимый комок. Николай Иванович неторопливо и с сожалением рассматривал лицо сбившегося с пути мужчины и не мог отойти от него. Что-то казалось ему знакомым в этом лице. Спалось ему в эту ночь плохо. Он долго ворочался с боку на бок. И уже к утру где-то в подсознании, как бы само собой вдруг вспомнилось похожее лицо, только совсем молодое. И это неожиданное воспоминание, догадка, остро кольнуло его. Словно из тумана стали все отчетливее и яснее проступать черты молодого лица с небольшим шрамом над левой бровью и рыжеватой шевелюрой, как у Саши Курамшина. Да-да, точно, как у Саши. Николай Иванович встал, кое-как оделся и тихо вышел. Мужчина уже проснулся и теперь, сидя на верхней ступеньке лестницы, читал журнал. Он настороженно и выжидательно глянул на Николая Ивановича и тот смешался под этим стерегущим взглядом, желая смягчить неловкость, спросил, закурить не найдется? Ночележник пошарил за пазухой, извлек дешевую пачку сигарет и потянул Николая Ивановича. Спасибо. За те две-три минуты, что Николай Иванович впервые поговорил с незнакомцем, он почти окончательно убедился, что неопрятный, опустившийся бородяга и есть тот самый Саша Курамшин, с которым он познакомился в свое первое студенческое лето и который за две абитуриенские недели стал его товарищем. Тот же шрам над левой бровью, хрипловатый голос и взгляд серых неторопливых глаз тот же. Случай полностью удостовериться в своей догадке подвернулся неожиданно. Как-то вечером Николай Иванович открыл дверь на чей-то деликатный стук. На пороге стоял бродяга. Он пьяно и виновато улыбался, протягивая очки с отломившейся душкой. Помогите, пожалуйста. Приделайте как-нибудь. Николай Иванович взял очки и душку. Очки были грязными, смутными, захватанными стеклами. Николай Иванович нашел кусок медной мягкой проволоки и укрепил душку к очкам. Незнакомец стал их надевать. Из-под рукава куртки обнажилась его рука выше запястья. Николай Иванович увидел татуировку, кедровую шишку с ветвью и чуть не ахнул, ведь точно такая же татуировка была у Саши. В тот памятный год его на время сдачи экзаменов в университет поселили в студенческое общежитие. В комнате их было пятеро. И среди них Саша, может быть, самый одаренный, самый смекалистый и сильный. На лацкане его пиджака красовались два красных значка спортсмена-перворазрядника. Саша поступал на юрфак, все экзамены сдавал на отлично. И само собой получилось, что из пяти жильцов-абитуриентов студенческой комнаты Саша сразу стал лидером. И все без разговора подчинились ему. Уже на третий день он организовал студенческую коммуну. Ребята сбросились, взяли у коменданта общежития посуду, набрали харчей, назначили дежурных и стали завтракать и ужинать у себя в комнате. Золотая пора! Ребята быстро подружились, многое узнали друг о друге, и их взаимная привязанность осталась у каждого в душе на долгие годы. Однажды Саша организовал бригаду по работе на кондитерской фабрике. Работали все комнаты на погрузке пряников, упакованных в картонные ящики. Работали дружно, споро. Заведующая складом, годная по возрасту им в матери, досыта и заботливо угостила их чаем с конфетами и пряниками, дала каждому по кульку с собой и выдала на руки по 12 рублей. То-то был у них праздник. Горьким остался в памяти Николая Ивановича из той счастливой поры день, когда он не нашел в приказе от зачислений своей фамилии. Приказ был вывешен в широком прохладном коридоре учебного корпуса. Все ребята были зачислены, а он нет. Пришлось ему тогда выезжать в родной городок ни с чем. Друзья собрали скромное студенческое застолье, отмечали одновременно и проводы его домой, и свое вступление в студенческую жизнь. После прощального ужина ребята всей комнатой проводили его до трамвайной остановки и вернулись в общежитие. А Саша доехал с ним до вокзала и перед самым уходом поезда пихнул в карман несколько мятых трешек. В дороге пригодится. Ты пиши, старик, ждать буду. Увидишь, у тебя все получится. Я это знаю. Сколько с тех пор лет прошло? Тридцать два годика. Треть века. Господи, как стремительно летит время. Под Новый год бродяжка приволокся вдрызг пены с букетом цветов, которые в блестящей целлофановой оберзке валялись рядом с ним на полу. Из кармана выглядывал угол открытки. Не дошел, не дотянул несчастный до нужного адресата, не донес цветы с поздравительной открыткой. Любопытная Анна Дементьевна, видимо, ухитрилась как-то прочитать открытку, потому что вскоре поведала женщинам по секрету, что там были написаны стихи про любовь. Да такие захватистые. Неужто сам сочинял? Да и кому? Интриговала она. Николай Иванович решил помочь Саше. Взять его к себе на завод, к примеру, слесарем. Устроить где-нибудь на легком месте, со временем добиться у директора для него гостинку. Только вот как сказать об этом Саше? Как уговорить его? Зимой вечереет рано. И вот как-то, возвращаясь с работы темным январским вечером, Николай Иванович еще издали заметил на лавочке у подъезда трех мужчин. При виде его двое отделились от скамейки и размытыми, шатающимися тенями удалились прочь, будто растворились в темноте. На скамейке остался один. Над входом в подъезд под небольшим козырьком горела лампочка, освещая пятачок на крыльце и оставшегося на скамейке мужчину. Это был Саша. В состоянии пьяной эйфории он улыбчиво, доброжелательно глядел на подошедшего Николая Ивановича. Перед ним на скамейке лежало полбуханки хлеба, обломанного со всех сторон. Стояла открытая банка с какой-то закуской и пустым стаканом. «А я ведь ваше добро за очки не забыл, помню», сказал Саша. «Я вас уважаю». А потом извиняющимся тоном предложил «Может, примите маханьку?» Саша взглядом показал на бутылку, которая стояла чуть в стороне в снегу. Николай Иванович присел рядом, взял пузатенькую бутылку с коротким горлышком, прочитал этикетку «Стеклоочиститель». «Да это же отрава! Вам надоело жить?» «Не бойтесь, проверено, испытано». «А хотите, я вам помогу?» «Устрою на нетрудную работу, койку в общежитии получите, а потом может и гостинку, все это гарантирую». Саша сразу как-то смек, насупился и зло обидчиво ответил «Гуманист значит?» «Пожалели несчастного человека, а счастливее ли вы меня?» «Не торопитесь с отказом, ведь многое еще можно поправить, и сил у вас хватит, я уверен в этом». В эту ночь Саша в подъезде не ночевал, не появился и на следующий вечер, и вообще исчез из вида. Николай Иванович забеспокоился, и теперь каждый раз перед сном выходил в подъезд покурить, и заодно узнать, не появился ли там Саша. Его не было. «Жив ли бедолага, может, его уже и схоронили?» сказала как-то сочувственно Анна Дементьева. Через несколько дней Николай Иванович сходил в милицию, запросил адрес проживания всех по имени Александр Курамшин без указания отчества. Вскоре получил ответ. Александра в Курамшина в городе было девять человек, но с разными отчествами. Николай Иванович обзвонил и объездил всех, но Саши среди них не оказалось. Потом Николаю Ивановичу втемяшилась в голову мысль, что Саша обитает где-нибудь по соседству, в подвале какого-нибудь ближнего дома. Мысль это несколько дней, как наваждение мучило его, и он решил обойти те дома, где, по его мнению, мог быть Саша. И несколько поздних вечеров, вооружившись фонариком и складным ножом, мало ли, что может случиться, обследовал подвалы соседних домов. К его удивлению, он обнаружил там то, что изредка приходилось читать в газетах. Подвалы многих домов, особенно ближе к полуночи, заполнялись самыми разными людьми, бродягами, наркоманами, неопределенными лицами. Все они были чьими-то мужьями, женами, детьми, внуками, когда-то любимыми и желанными, на которых возлагали надежды, некоторых боготворили. И вот все для них заканчивалось несколькими ступенями вниз, смрадные подвалы, грязь и отвержение. В подвале старого трехэтажного дома он обнаружил большую группу ночлежников. Подвал был построен под бомбоубежище и походил на живое помещение с туалетом, раковиной для умывания, с электроосвещением. Обитатели подвала сгруппировались две кучки, в одной играли в карты, в другой в шахматы. На Николая Ивановича глянуло несколько человек, но никто не стал приставать и расспрашивать. Он нерешительно подошел к шахматистам, понаблюдал за игрой и тем временем незаметно оглядел всех присутствующих. Саши среди них не было. Ему показалось не так уж страшно среди этих людей, и у него появилось желание спросить, не бывает ли здесь пожилой мужчина Александр Курамшин. «А кто ты такой?» сердито спросил один из бездомников. «Может тебе и паспорта показать?» «Саша мой товарищ», пояснил Николай Иванович. «Не знаем. Дай лучше закурить». Николай Иванович отдал всю пачку и тихо вышел из подъезда. Когда он вернулся домой, жена встретила его недовольно. «Хватит Коля по подвалам лазать!» «Сам измотался и меня измучил?» «Я же спать не могу за тебя беспокоить!» «Ну подумай, где ты найдешь его в миллионном городе?» «Уймись, пожалуйста!» Николай Иванович тихонько улегся в постель, но долго не мог уснуть. С этого момента он оставил свою затею по поиску Саши. Тот объявился в начале весны. Приходил очень поздно, когда в окнах дома гасли огни и жильцы отходили ко сну. О его присутствии Николай Иванович догадывался по осторожному скрипу открываемой наружной двери и тихим для других неслышным Сашиным шагам на лестничную клетку. Уходил Саша рано до пробуждения жильцов. Николай Иванович несколько раз хотел выйти, чтобы посмотреть на Сашу, но не решался снова спугнуть его своим вниманием. Ждал случая, когда как-нибудь само собой состоится такая встреча, но, к сожалению, встреча эта так и не состоялась. Судьба готовила Саши совсем иной неожиданный поворот, который навсегда решил все его проблемы. Закрыв глаза, он вдруг увидел, будто совсем еще мальчишкой стоит перед зеркалом, а на него смотрит из зеркальной рамы мальчик-старичок. И лицо, и все тельце детское, а вот глаза старые, усталые, вместо волос лысина. Потом появилась покойница мать в длинной белой одежде, с молчаливой улыбкой не подошла, а словно подплыла к нему сзади, почти неощутимо обняла за плечи и жалостливо привлекла к себе. «Тяжело тебе, мой мальчик, пойдем со мной, я обогрею тебя, оберегу». От этих теплых слов и ласковых материнских ладоней ему стало легко и радостно, от обиды за свою постылую жизнь и от материнской ласки и жалостей он заплакал, прижался к ней и затих. Проснулся в то утро бродяга рано, собрал в сумку свои вещички и вышел на улицу, была середина мая, легкая, словно комариной крылышки зелень облепила ветви деревьев, было тепло и душно, в небе клубились в мягком живом движении облака, собиралась первая гроза, бродяшки стало душно, нехорошо кольнуло в сердце, он присел на скамейку у крыльца, начал растирать грудь, как бы снимая непрошенную давящую боль за грудиной, оставалось ему жить совсем немного, несколько минут, когда его надсаженное водкой и непрекаянностью сердца пошлет последним слабым толчком теплую кровь по телу и остановится, замрет навсегда, он даже и не почувствует этого конца, этого обрыва своей жизни оттихо и незаметно отойдет без единого всклипа и стона в иной вечный мир покоя. Жильцы увидели его рано утром покойно лежащим на крыльце подле скамейки, при нем нашли два документа военный билет на капитана запаса и паспорт без прописки. В сумке среди газет и журналов оказалась толстая тетрадь в дерматиновом переплете исписанная не совсем понятными выражениями вроде «Совесть центр координат личности». Революция судьба России добро и зло счастье и горе вечны и стихами. Их автором несомненно был сам бродяга, ибо таких стихов Николай Иванович никогда не встречал. Тетрадь ему отдали в милиции, потому что ее никто не затребовал и никому другому она не была нужна. Одно из последних стихотворений особенно задело Николая Ивановича за душу. В нем Саша просто и философски, спокойно предсказал конец не только своей жизни, а всего сущего на земле. Все кончится просто, как во все времена, на печальном погосте, наш причал навсегда. Хоронили Сашу жильцы подъезда, где он нашел свой последний приют. Да несколько совсем чужих незнакомых мужчин, друзей Николая Ивановича. На могильном холмике Саши Курамшина осталось два венка от Николая Ивановича и от жильцов подъезда. Организовала сбор денег и покупку венков та же беспокойная Анна Дементьевна, которая считала, что отказ в последней почести человеку непрощаемый грех. В скорости газете дал объявление 17 мая сего года скоропостижно скончался Александр Курамшин, выпускник юридического факультета Эннского университета 1965 года. Погребен на Балыкском кладбище города Красноярска. Желающих посетить его могилу просим позвонить по телефону. Телефон Николая Иванович указал свой домашний. К осени по объявлению предварительной договоренности к Николаю Ивановичу съехалось на удивление соседей около 20 человек сокурсников Саши Курамшина. Были среди них и люди известные. Все вместе сходили к Сашину могилу. По общему решению был заказан и за двое суток установлен вместо жестяной пирамидки мраморный памятник с надписью дорогому Саши Курамшину от друзей однокурсников. Они же две надломленные гвоздики положенные в перекрест. Вьюжат ли зимние колючие метели, проливаются ли благостные летние дожди, светит ли с неба солнце или тускло смотрит на землю луна, все это уже не для Саши Курамшина, а для тех, кто есть и кто еще придет в этот мир. Он же прожил свое и незаметно исчез отмер, как незаметно и бесследно отсыхает и исчезает нижний сучок на стволе дерева, задавленный тенью и жизнью других сучков и ветвей. Кто же виноват в том, что ярко вспыхнувшая на взлете жизнь этого человека так никчемно прошла и бесследно исчезла, как будто ее и не было. Эдуард Мордвинов Рассказ Бродяга Автор Эдуард Мордвинов Красноярск В литературной газете номер 46 за 2021 год этот рассказ разместила Наталья Савватеева и написала вступление к рассказу. Когда-то, много лет назад в газету Красноярский рабочий пришел седой человек и оставил свой рассказ уход. От первой фразы Геннадию Ивановичу Ускову расхотелось жить. Я задохнулась, как будто меня схватило за горло, вбросив трагическую судьбу героя. Прочтя, тут же позвонил автору «Эдуард Степанович, кто вы? Расскажите». Оказалось, по жизни у него две профессии педагог и инженер. А призвание одно – литература. В молодости печатался, побеждал в конкурсах, но писательский хлеб ненадежен, а тут семья, дети. Шесть лет преподавал русский язык и литературу в школе, 34 года работал инженером на шинном заводе. Мы напечатали тогда три его рассказа, а один – бродягу. Я увезла в Москву. Потом долго не могла найти любимого автора. Звонила, там сменились телефоны. Совсем отчаялась. И вдруг о счастье нашелся и телефон, и рассказ, который сейчас перед вами. И вы сами оцените редкий дар проникновения в глубины человеческой души замечательного писателя Эдуарда Мордвинова. И замрете от восторга, и прольете слезы, и задумаетесь о жизни. Наталья Савватеева Литературная газета сердечно поздравляет Мордвинова 17 ноября у него 91 день рождения. И ссылка на источник. На этом всего-всего хорошего. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ Новосибирск. До свидания. Новосибирск.